всем привет с вами вновь андрей лов и давайте что-нибудь поделаем фотошопе сегодня будем с вами говорить о стилистике либо стилизации изображений вообще для тех кто хочет заниматься ретушью либо уже занимается ретушью чтобы расти в этой индустрии самое лучшее что может сделать это шор это смотреть за другими работами смотреть какие-то лучшие решения и перенимать это свою деятельность и наверное лучший материал который только может быть для изучения всевозможные афиши к всевозможным кинофильмам потому что больше всего разных приемов редше можно увидеть на плакатах и на постерах сегодня будем с вами проходить стилизацию вот такой вот лунный свет фильм я его не смотрел но тут достаточно интересная стилистика и имеет смысл разобрать и показать как ее сделать ну и вообще поговорим с вами сегодня сразу о многих вещах и о масках поговорим с вами сегодня и о дуатонах в общем будет интересно поехали давайте я побольше картинку перенесу из смарт-объекта то есть мы сегодня с вами будем делать стилистику похожую на оригинал ну а также помимо этого поиграемся с какими-то другими вариантами то есть что изначально требуется для того чтобы сделать вот такую вот картинку но вначале разумеется нужно найти модель нужно поставить некие условия освещения это можно сделать либо фотостудии либо даже дом можно сделать потом нужно фотографию сделать ретушь в данном случае ретушь нужна минимально потому что стилистика будет убивать фактически весь цвет тут нужно только поиграться это с фактурой текстурой контраст контрастность объем вот мы получаем некий исходник но в данном случае от этого девушку скачал с интернета и скачал с интернета изображение и будем с вами давайте решать как мы все это будем делать значит есть два способа решить вот эту задачу то есть преобразовать такую стилистику первое то есть мы делаем с вами раскройку создаем пустой слой берем инструмент перо и рисуем фигуры по которым мы хотим сделать разделение то есть в данном случае мы видим что у нас есть на картинке некое разделение причем она имеет грани не размытость а именно грани то есть вот и как и условно можно разделить вот есть треугольник есть правая часть есть левая части везде есть разные оттенки здесь у нас какой-то зеленовато с холодным оттенком здесь уже в какую-то синеву уходит посредине фиолетовый делаем раскройку то есть делаем с вами фигуры первую фигуру заливаем красным цветом можно сделать непрозрачный чтобы видеть как у вас идут эти самые грани вообще изначально вы не обязательно можете делать прямые линии вы можете как угодно прорисовать например сделать знаете как будто идет по контуру девушки то есть вы можете пером вести как-нибудь вот так то есть у вас здесь прямая линия здесь вы как будто пытаетесь повторять геометрию снимка вниз здесь как-то по губе пройтись и так далее то есть вы можете абсолютно любые делать фигуры то есть но в данном случае мы ориентируемся на исходник но вы должны понимать что вы сами будете делать раскройку такую какую вам хочется после этого когда вы сделали вы можете любую точку белой стрелочкой выделить и подвигать но определить то есть ту геометрию которая вам нравится ну давайте допустим как-нибудь вот так вот сделаем чтобы допустим по центру как-то проходила давайте решим ну вот вот так не столь важно дальше следующая фигура то есть ставим ниже идущий слой пустой под фигура 1 и рисуем какую-то фигуру вот пусть вот такая фигура будет вот тоже прямого делаем заливаем каким-то цветом и минусую все но опять же видите мы сделали сейчас как здесь в исходнике здесь у нас есть на три составляющих вообще в исходнике там следующий треугольник он идет как бы коту он подсоединяется вот к этому к этой фигуре то есть мы сейчас сделаем такую вариацию но в исходнике если мы сейчас его проявим вроде посмотрели давайте поменьше сделаем мы можем подставить вот сюда ну пусть допустим губам вот так вот уходит видите то есть треугольничек но опять же еще расскажу вы сами может делать любую раскройку из любых фигур делать все что хотите то есть вам не обязательно делать вот придерживаться это вы главное сам принцип должны понять что вначале рисуем векторные фигуры каждый из которых будет занимать определенную область определенную площадь вот мы с вами сделали ориентируемся на исходник ну и теперь поехали значит первое что мы должны сделать это сделать дуатон то есть ну подобрать тот который мы хотим дуатон проще всего делать через карату карту градиента создаем карту градиента вот она у нас заходим собственно в градиент и должны подобрать те цвета которые нам нравятся здесь у нас есть какой-то зеленый с холодным оттенком то есть цветах мы ставим какой-то зеленый но можно в принципе на референс кликнуть то есть подобрать посмотреть либо же самим подобрать который нам нравится но вот какой-то такой цвет вроде похож хотя он больше в зеленый уходит вот подобрали его ну а тени ставим более глубокие уходим в синеву и ставим какие-то темные тени которые нам нравится на самом деле тут можно не подуатон сделать можно еще тени сдвинутьтесь ощущение как будто не дуатон как бы здесь еще есть можно еще один цвет поставить для более глубоких теней сделать вообще какие-то какой-то другой оттенок может увести какой-то в зелень либо еще в голубой то есть действительности карта градиента позволяет вам настраивать любые оттенки каждому пикселю задавать параметры как с того тонна насыщенность в полном диапазоне то есть у нас в данном случае режиме обычные у нас самый крайний ползунок который мы ставим светлый он определяет на самые яркие пиксели которые есть они здесь не обязательно могут быть белыми то есть самый яркий пиксель будет окрашен именно в этот цвет а самый темный в такой цвет вот если мы переведем на корректирующий слой в режим цветность то здесь будет немножко другая логика то есть самые светлые пиксели которые стремятся к белому цвету они не будут идеально окрашиваться с не будет это вот матовости потому что как бы в режиме цветность он принудительно, исходя из исходной яркости, перекрашивает цвет, а в режиме обычно он определяет край ползунка, вот этот, независимо от яркости, насколько она схожа с идеальным белым цветом в палитре RGB. Надеюсь, понятно объяснил. Сделали. Ну и теперь то, что нам нужно сделать, это ограничить видимость. То есть у нас вот здесь есть наши треугольнички. Для этого есть маска. Удаляем маску, кликаем один раз на красный прямоугольник, вот он, которым мы нарисовали, кликаем, зажимая клавишу Ctrl, то есть зажали, кликнули, у нас появляется выделение. Кликаем на карте Градиента, жмем масочку, вот у нас появилась маска, да, то есть у нас все, что на маске белое, то у нас проявляется, все, что черное, у нас исчезает. Ну и в данном случае мы должны сделать инверсию. Нажимаем Ctrl-I, либо же это можно сделать изображение, коррекция, инверсия, вот видите, наоборот мы сделали инверсию, видите, теперь здесь у нас внизу белое мы проявили, а вверху черное мы это собственно с вами скрыли. Ну и нам нужно сделать, чтобы еще вот под этим треугольничком тоже вот этот дуатон первый не проявлялся, поэтому кликаем через Ctrl на вторую фигуру, также переходим на маску, жмем Shift-F5 и заливаем это черным цветом. То есть опять же еще раз, черным это мы скрываем на маске, белое проявляем. На самом деле можно было не обязательно делать через горячие клавиши Shift-F5. Можно было взять просто кисточку, обычную жесткими краями, черный цвет, опять же по принципу черным скрываем, белое проявляем. И просто можно было так черным удалить. И вот тот способ, они являются правильным по сути. Сделали. Дальше. Делаем следующий дуатон. Давайте мы этот первый дуатон скроем. Второй дуатон. Делаем карту градиента. Можно было продублировать исходную. То есть цифру 1. Выбираем. Опять же в цветах у нас должен быть какой-то фиолетовый. Давайте выберем какой-то фиолетовый. Ну а в тенях там тоже у нас какой-то темно-фиолетовый. Либо же даже можно... Ну опять же тут сами уже выбираем какой мы хотим делать. Можно в холодный ввести. Опять же в синий. Можно... Ну давайте пока синий оставим. Хотя здесь он вроде тоже к фиолетовому тяготеет. Вот так. Ну и вверху оставим. Посмотрим. Вот какой-то такой цвет фиолетовый сделали. Окей. И у нас этот дуатон должен быть только вот в этом треугольнике. Вот он, в котором мы с вами сделаем. Что мы для этого делаем? Мы с вами удаляем маску. Кликаем уже на второй слой. Вот у нас получилось выделение. Жмем на маску. И вот вы видите, это выделение у нас теперь полностью белое. То, что мы выделили, это у нас проявляет дуатон в этом слое. То есть маска так работает. И нам теперь нужно вычесть вот эту вот часть, то есть красную. Это красная фигура, которую мы нарисовали. На нее Ctrl кликаем. Для того, чтобы выделения появлялись, не обязательно, чтобы слой был проявлен. Он может быть скрытым. То есть Photoshop все равно определяет непосредственно площадь. И вот муравьи у нас появились, бегающие, либо выделение. И также Shift F5, находясь на этой маске обязательно. То есть маска должна быть выделена. И черным цветом заливаем. Окей. Ну подробно стараюсь все объяснять, показывать, чтобы если кто-то с этими техниками не сталкивался с масками, может быть не так хорошо работает, чтобы было все понятно. И вот у нас уже получается два дуатона, которые между собой связаны. И осталось нам последний сделать. Тут проще всего. У нас уже есть фигура нарисована. Создаем дуатон. Давайте мы его продублируем. Второй здесь назовем два. Через Alt дублируем слой. У нас получается новый дуатон. Удаляем здесь маску. Ну и делаем тот дуатон, который у нас есть в исходнике. То есть у нас самая светлая часть будет, допустим, синяя. Ну видите, он такой к такому какому-то грязному синему стремится. Я даже не знаю, какой-то вот такой цвет. Даже к фиолетовому может быть. Ну вот что-то выбираем. Тут опять же на наш вкус. Опять же, тут не насыщенец цвет, поэтому, опять же, он уходит вот ближе к нейтрали. Получается, если те цвета мы старались выбирать яркие. Здесь видите такой более приглушенный синий. Нафтиняр здесь тоже очень похоже на обычный синий. Может быть даже с каким-то оттенком фиолетового. Можно даже попробовать так вот с фиолетового ввести. Но это опять же вкусовщина. В действительности вы сами будете определять те цвета, которые вам нравятся. Мы сейчас с вами потом поиграемся в другие цвета. Ну это теперь все просто. Маску мы уже удалили. Кликаем Ctrl, выделяем вот этот красный фигур, который нарисовали и кликаем на маску. Все. У нас теперь вот здесь образовалась видимость только той области, которую мы сделали с вами раскрою. И проявляем все три цвета. Вот мы с вами глобально получили вот этот вот самый эффект. Но опять же, здесь всегда можно менять, здесь всегда можно ставить любые цвета. Например, здесь хочется что-то более насыщенное поставить, либо увести в какой-то другой оттенок. Вы всегда можете в каждый корректирующий слой зайти и что-то исправить. Как вы видите, в исходнике есть вот эти вот участки, самые светлые участки. И для того, чтобы это реализовать, есть два варианта. Первое. Это в корректирующие слои загнать в папку. То есть кликаем на карту градиента, загоняем через Shift в папочку. И эту маску теперь перемещаем на папку. То есть вот таким вот образом нажимаем левую кнопку мыши. Когда мы что-то помещаем в папку, то Photoshop интерпретирует так, что все, что находится в папке, то является одним слоем. Значит, вот эта маска, которая теперь на папке, она ко всем ниже идущим слоям именно в этой папке. Сюда можем с вами картирующий слой кривые подставить, датон выше кривых. Здесь можем с вами поиграться. То есть видите, можем с вами опускать, что-то высветлять. То есть как раз уже с вами под датоном делать какую-то стилистику. Ну вот в данном случае мы хотим сделать более контрастную картинку, чтобы у нас цвета были более, ну вот выявленные тени у нас наоборот были вот такие глубокие. Ну собственно, как в исходнике. Ну тут уже сами решаем, насколько делать глубже. То есть повышение стандартной кривой, то есть S-образной кривой дает нам увеличение контраста изображения. То есть разницу между светлым участком и темным участком. То же самое делаем с другими датонами. 2 и 3. То есть здесь через shift загоняем в папочку. Сюда переносим собственно маску. Здесь опять же, раз у нас есть криктивное число, мы можем через alt скопировать. Вот мы его копируем, помещаем под датон и смотрим результат. Но видите, в данном случае здесь, например, можно что-то другое попробовать сделать. Можно зайти, удалить и какой-то другой эффект добиться. Либо же то же самое. Можно, например, тени попытаться как бы сделать так, чтобы они более матовые были, без текстуры. То есть тут мы уже играем. То есть это позволяет нам дополнительно сделать какую-то стилистику в рамках того датона, который мы уже сделали. Вот таким вот образом. Сюда опять же, так, через alt, сюда опять же маску помещаем. Сюда можно продублировать ту же самую кривую. Ну и вот таким образом. Так, надо только дублировать было именно кривую. Вот у нас кривую дублируем через alt. И здесь тоже можно каким-то образом поиграть. Вот мы получили какую-то стилистику тоже, что у нас есть. Если же мы хотим получить вот такие именно с бликами, то тут уже именно в режиме нормальной у нас не получится это сделать. Здесь нужно следующим образом поступать. Давайте мы все это уберем, наши кривые. И тут как раз нужно нам теперь делать в режиме цветность. Вот как раз чем это отличается. Режим цветность. У нас, видите, появляются эти вот как раз самые светлые участки. Вот здесь как раз кривыми мы теперь можем спокойно добивать. То есть мы можем света оставлять, а вот тени опускать. И тем самым у нас будет появляться вот этот очень яркий блик и яркий участок. Вот таким образом можем все это с вами регулировать. То же самое здесь можем второй папке делать. Создать кривую, подставить ее под дуатон. Здесь обязательно в режим цветность поставить, чтобы у нас, видите, блики опять же появились. Кстати, вот самый-самый светлый. Ну и здесь уже кривыми можем все это дальше решать. Можно через маски все это делать. В общем, каким угодно способом. Тени выбелять. Можно самые светлые участки сохранить. Здесь кривой ниже поставить. Ну, в общем, играться можно абсолютно до бесконечности кривыми. Вы можете это взять и сами поиграться как угодно. Здесь можно дополнительно прорисовать какое-то освещение. Глобально это все уже вы варьируете основной, какой-то основной момент. То есть основной момент это умение. Давайте мы сейчас все это вернем в режиме обычный. То есть основной момент это в том, что вы просто дуатон раскидали по той раскроеке, которую нарисовали. А дальше под дуатоном создаете кривитировать слой кривые и играете с такими параметрами, что вам это просто нравилось. То есть в данном случае получается режиме обычный, более матовый такой эффект. Если вы захотите вот с такими бликами сделать, то вам нужно перейти в режим цветность, а соответственно под этим режимом кривыми добиваться вот этой вот разницы, чтобы у вас свет оставался на месте, ну а тени соответственно были более глубокими. Ну и в конечном итоге вы можете абсолютно каждый из этих дуатонов менять. То есть вам не обязательно делать вот то, что вы здесь видите. Вы можете исходя из своего чувства вкуса поставить абсолютно любой дуатон. Какой-нибудь желтый поставить, видите, с фиолетовым. Ну что-то в таком духе. Вы можете даже фиолетовый поставить более яркий, получить какой-то очень яркий какой-то вот насыщенный такую картинку сделали. Там средний участок вы можете оставить либо такой, либо тоже, например, попытаться тень сделать, допустим, какой-то красный. Ну там может быть инверсия, видите, может быть не очень будет смотреться. Хотя, видите, тоже такой какой-то кислотный результат появляется. Тут уже вы сами определяете, что вам, вот исходя из вашего чувства вкуса, вам хочется показать. Если вы что-то подобрали, можете инверсию сделать, всегда постоянно как это будет смотреться. Ну видите, сейчас уже что-то такое яркое делаю. Ну и в цифре 1 в первом дуатоне также там что-нибудь яркое поставите. Здесь какой-то кислотный цвет, ну и здесь тоже что-нибудь такое яркое, вот что-нибудь оранжевое. Ну тоже вполне себе даже смотрится неплохо. Вон даже красный какой-то подобрали. Окей. Вот такую вот кислотную картинку вы получили. Давайте посмотрим, как это в привязке будет смотреться. Так, у меня здесь в привязку, вот в привязку PSD, вот у меня вроде экшен есть, вроде это он. Давайте здесь загрузим с вами и посмотрим, как это будет смотреться с каким-то там банальным свет-теневым рисунком. Вот таким вот образом у нас получается вот такая вот стилизация. Что мы сегодня с вами разобрали? Мы сегодня с вами поговорили о том, каким образом можно каждый из эффектов, которые вы делаете в корректирующем слое, разграничить. То есть мы вначале делаем с вами некую раскроеку по фигурам и потом по маскам скрываем, что-то проявляем, что-то скрываем. Вот у нас получается, что каждый эффект у нас находится в той зоне, которую мы хотим сделать. Второе, мы сегодня с вами поговорили о дуатонах, то есть каким образом любую картинку фактически затонировать, ну и привести вот как раз к стилистике, которая изначально в исходнике была. В общем и целом, опять же, основной момент это ретушь. То есть вот эта вот стилизация, это уже последний этап всей работы. В действительности вначале делается съемка, потом делается ретушь, только потом стилизация. Зачастую стилизация вообще не делается. То есть вот то, что мы сейчас с вами сделали, это прям глобальный измене фотографии. Оно в принципе не похоже на реальность. Поэтому третий этап, он как правило вообще игнорируется. Но в дизайне стилистика применима, да. Вот скорее в такой профессиональной ретуши, там не знаю, восьми из десяти случаях третий этап просто не делают. На оборот, картинку пытаются максимально идеализировать. Вот такой с ним получился ролик. Ну и теперь немножечко еще такой анонсик один, чтобы опять же не говорили, что не говорил. Осталось всего лишь два дня, чтобы у вас была возможность записаться на текущий курс, который уже стартует в эти выходные, либо в начале следующей недели. Первый большой ролик будет это по полиграфии, продвинутая полиграфия. Будем с вами верстать, будем разбирать дизайны всевозможные, допечатные, подготовка, в общем, будет очень интересно. Ну а также, помимо этого, вы можете приобрести со скидкой предыдущие курсы и ретуши, веб-дизайн и именно допечатную подготовку полиграфии. Ну как раз в курсе о ретуши мы как раз обсуждаем не самая простая стилистика, потому что видите, ее можно объяснить прям очень быстро. А мы там обсуждаем именно глобальную систему, как любую картинку идеализировать, как любую картинку улучшать. Поэтому я надеюсь, вам этот ролик понравился. Все, кто хочет усилиться в дизайне, у вас еще есть два дня, до воскресенья, до 12 ночи есть возможность ознакомиться и вступить в группу, либо по скидочке приобрести предыдущие курсы. В общем, все сказал. Всем хороших выходных. С вами был Андрей Лов. Всем пока!